В апреле в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел. На Сахалине с 1991 года существует общественная ветеранская организация, которая оказывает помощь структуре в профессиональном и нравственном воспитании молодежи. Они передают свой богатый опыт начинающим сотрудникам полиции. Вносит весомый вклад в борьбу за торжество закона. Здравствуйте! Это программа «На грани». И, как вы уже поняли, сегодняшний выпуск мы посвящаем тем, кто отдал многие годы защите правопорядка на островах. Ветеран органов внутренних дел Сергей Игнатов полагает, в жизни нет ничего случайного, и его служба в органах – это судьба. Останик вспоминает непростые 90-е. Тогда мужчина работал на гражданке сотрудником вневедомственной охраны. Затем попал в сводный отряд ОМОНа. Одна из задач была выполнять задачи по обеспечению той же самой общественной безопасности, соблюдению конституционного строя и в других регионах нашей Российской Федерации. Ну, на тот момент, когда я служил, это горячая точка, когда это был Северный Кавказ. Он прошел весь Северный Кавказ, выполнял поставленные задачи в Дагестане и в Ингушетии. Основную часть командировок провел в Чечне. Боевой офицер в любой ситуации был впереди. Надо стремиться к чему-то, надо даже чего-то хотеть, желать, готовиться к этому. И, соответственно, тогда уже и на определенном этапе, когда ты готов к выполнению поставленных задач, ты как-то уже их выполняешь, не оглядываешься на эти моменты. Хотя, как правильно, и сейчас, говорят все, кто находится в командировках, что да, страшно, но надо идти. Есть такое слово «надо», надо выполнять задачу. Следующий наш герой работал в отделении по борьбе с особо опасными преступлениями в сфере экономики. Служил здесь, в Сахалинской области. Начинал с рядового в 1969 году, закончил трудиться в статусе начальника в 1995-м. Служба ОБХСС была организована в 1922 году. Интересно в этой службе то, что основные преступления, которые раскрывались, это было хищение социалистической собственности, преступления по поводу спекуляции, потом взяточничество, фальшивомонечество, то есть серьезные преступления, за которых в то время была смертная казнь. В советские времена служба ОБХСС была одной из ведущих в милиции, считалась элитой. Результат многолетней работы Константина Коврыгина и его сотоварищей – возврат денежных средств и ценностей государству. Но в органах внутренних дел служат не только мужчины. Еще одна наша героиня – Светлана Абрамова. Работа в органах была ее мечтой с детства. Фильм «Офицеры и место встречи изменить нельзя» укрепили желание служить Родине. Служба полиции мне всегда нравилась именно в силу того, что люди, которые работают в органах внутренних дел – это отважные, смелые люди. Это люди, которые, не, знаете, несмотря на то, что в ущерб личной жизни, делают добро. Вот, поэтому да. Она начинала службу в инспекции по делам несовершеннолетних. Очень помогло педагогическое образование. Затем работа преподавателем в Центре профессиональной подготовки. Послужной список полковника в отставке достаточно большой. Доводилось и самой задерживать злодеев. Ну а Юрий Тютерев пришел в органы после службы на флоте. Майор полиции в отставке всю трудовую жизнь посвятил работе в патрульно-постовой службе. Патрульно-постовая служба – это очень серьезная служба. От нее много зависит. От выучки и профессионализма. Этого сотрудника зависит, как он прибудет, как окажет помощь гражданину, который вызвал, нуждается в этой помощи. Потом, как говорится, не подставив себя, выполнить задачу. Выезжая на вызов, сотрудники этого подразделения не знают, что их там ждет. Необходимо быстро принимать решение, ведь от этого зачастую зависит чья-то жизнь. Все наши герои бодры и ведут активный образ жизни, ведь, как говорят, бывших офицеров не бывает. Сегодня мы познакомились только с несколькими героями. На самом деле их гораздо больше. В рамках одной программы невозможно рассказать о каждом. Но мы поздравляем всех, кто отдал работе в органах внутренних дел большую часть жизни. Кто до сих пор в строю и по сей день делится опытом. О сахалинских ветеранах мы поговорили с заместителем начальника управления внутренних дел России по Сахалинской области Алексеем Кончаренко. Алексей Александрович, здравствуйте. Добрый день. В апреле ветераны органов внутренних дел празднуют свой профессиональный праздник. И в этой связи первый вопрос я хотел бы сориентировать относительно этих сотрудников. Скажите, есть ли какие-то взаимодействия и ведется ли работа или общение с ветеранами органов внутренних дел сегодня? Ну да, конечно, общение существует и ветеранская организация создана именно в системе МВД. У МВД России по Сахалинской области, если мы переносим это на наше течение. Ветеранская организация, ну, наверное, надо начать с того, кто такие ветераны. Это определенный статус для сотрудников, которые ранее проходили службу в органах внутренних дел, которые достойно прослужили и имеют за плечами богатейший опыт и знания. Это определенный статус. Данный статус присваивается сотруднику, ранее проходившую службу, имеющую награды, поощрения и заслуги перед своими коллегами, в первую очередь, ну и, конечно, перед государством. Как-то происходит обмен опытом, может быть, то есть не остаются ли ветераны на обочине жизни, так скажем, участвуют ли они еще каким-то образом в каких-то общих процессах? Ну, здесь идет такая, наверное, двухсторонняя связь, наряду с тем, что ветераны, это люди, мудренные опытом, наверное, об этом нужно сказать, что они, конечно, помогают сотрудникам, передают свой опыт, хотя сейчас прогресс, развитие, все не стоит на месте, все развивается, все движется, наши ветераны, они не отстают от этого, они также изучают и смотрят нормативную правобазу, как она меняется. Может быть, не в той периодичностью, как это, но это мы и не нужно делать, они уже на сегодняшний день, тот долг, который, задачи, которые перед ним стояли, долг они выполнили. И где-то есть еще жизненный опыт, который ни в каких книжках не почерпнешь, не почитаешь, а ветераны им делятся. Ну и, в свою очередь, система и действующие сотрудники помогают и ветеранам. Ветеранское движение, оно поддерживается, как и на общении между сотрудниками, так же и поддерживается руководством, как руководством управления, так и руководством МВД и государством в целом страны. Есть понимание или факты того, что потом происходит? Человек ветеран, он уже на пенсии, скажем так, не ветеран, а пенсионер. Дальше себя эти люди могут как-то в жизни реализовывать или уходят на отдых и занимаются огородом и рыбалкой? Да, ну нет, конечно, не уходят они на пенсию. Ну, во-первых, они вступают в ряды совета ветеранов, где им всегда находится применение. Не дают им скучать, абсолютно верно. Находится и применение. Ну, наши ветераны, пенсионеры, они еще молоды и находят себя и с помощью, опять же, совета ветеранов, с помощью своего передового опыта, общения, потому что в системе МВД идет колоссальное общение. Наверное, в основном работа и построена, находят себя в других службах, направлениях, где также, ведь опыт работы в системе, он дает определенные свои плоды, которые применимы также и в других гражданских организациях и могут использоваться. На благо. На благо и, ну, скажем так, и на ура идут. Алексей Александрович, в завершении нашей беседы не можем упустить возможность, чтобы обратиться и к ветеранам, и к пенсионерам, и к сотрудникам органов внутренних дел Сахалинской области. Ну, дорогие ветераны и действующие сотрудники, ну, пользуясь случаем, как говорится, нашей передачей, хотел бы пожелать здоровья крепкого, благополучия, удачи, оставаться в рядах и оказывать ту помощь, которую мы, как от ветеранов пользуемся, которая служит на благо развития, становления, движения системы МВД и Российской Федерации. Присоединяюсь. Спасибо вам за беседу. Спасибо. А теперь перейдем к цифрам. По данным на 23-й год в Сахалинской области. Общее число ветеранов, состоящих на учете ветеранской организации, 1195 человек. Численность пенсионеров, органов внутренних дел, 5333 человека. Участников боевых действий и других вооруженных конфликтов, 115 человек. Ветеранов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС и подразделений особого риска, 3 человека. Ветеранов, являющихся депутатами всех уровней власти, либо работающих в аппаратах органов власти, 31 человек. Число ветеранов, участвующих в практической деятельности ОВД, за исключением действующих сотрудников, 78 человек. Такова статистика. Еще раз поздравляем всех ветеранов органов внутренних дел. От души желаем здоровья вам и вашим близким. Успеха во всех полезных начинаниях. Благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Ну а мы прощаемся с вами, а точнее говорим до свидания. До встречи в наших следующих выпусках. С вами была программа «На грани». Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok